20 апреля отмечают один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Он посвящен добровольцам, которые сдают свою кровь, чтобы спасти жизнь других. Представители партии «Единая Россия» приняли участие в акции. Об этом в сюжете. В этот день помимо добровольцев чествуют и сотрудников станции переливания крови. Ежедневно они собирают жизненно необходимые компоненты, проводят лабораторные исследования. Вот и сегодня ни минуты не сидят без дела. Желающих настолько много, что кресла не пустуют. До того, как я стала здесь заведующей, я так понимаю, немного агитация страдала. Было так 3-5 человек. Очень мало, конечно. И мы сейчас увеличили. В день у нас приходит как минимум 20 доноров. А в такие акции, как День донора, как вот сейчас праздник, у нас ребята с молодой гвардией пришли. Вообще наши текущие доноры пришли. Поэтому у нас сейчас очень хорошо все. С каждым годом доноров становится больше. Постоянные участники – представители молодой гвардии «Единой России». Дважды в год они собираются и делают доброе дело. Ашот Маргарян – донор уже 8 лет. На самом деле, задача крови, нам, как бы, человеку она не во вред. То есть, в принципе, кровь-то она восстанавливается. Людям, которые теряют кровь, да, вот всякие разные трагические события происходят, и кровь, она им нужна. Поэтому вот эта сдача крови, она как раз помогает людям. Вы с ним у нас взяли кровь? Да, это было у нас. Стать донором может каждый с 18 лет. Тамаре Веревкиной, 38, работает в местном отделении партии «Единой России». Сдавать кровь пришла впервые. Раньше боялась принимать участие в таких акциях, но с поддержкой коллег все же решилась. Глядя на ребят из нашей молодой гвардии, которые постоянно сдают кровь с постоянной периодичностью, мы постоянно им помогаем, поддерживаем их. И глядя на них, я решила, что, наверное, в этом году мне нужно сделать этот шаг. И первый раз решила тоже помочь кому-нибудь. Помимо того, что донорство – это добровольная помощь, это еще и полезно для здоровья. Ведь периодическая сдача крови в пять раз снижает риск инфаркта или инсульта, улучшает обмен веществ и стимулирует кровообращение. А также это постоянный контроль здоровья самого донора.